Я хочу подарить городу. У нас недавно был тоже юбилей. От души скажу просто. Сегодня заниматься спортом, настольным теннисом конкретно. Необходимо всем возрастам, особенно детскому, потому что настольный теннис – та игра, которая развивает координацию движения. И самое главное – быстрый перелетающий шарик дает возможность глазам восстановиться. А в силу того, что молодежь сидит, да и не только молодежь, сидит постоянно в гаджетах, в компьютерах, соответственно, поэтому этот вес для глаз очень полезен. Поэтому я всегда говорил, родителям говорил, когда я работал в школе, сейчас в школе, практически это тот вид спорта, наименее травматичен и, соответственно, дающий только положительный вариант. Так сказать, возможности для организма. Поэтому всех призываю приходить в секцию настольного теннис. Субтитры создавал DimaTorzok Название этих соревнований исключительно в точку, потому что это действительно в кругу друзей. И сюда едешь не за победами, сюда едешь за общением, за той прекрасной атмосферой, которая здесь есть. Ивангород для нас знакомый. Мы регулярно приезжаем на границу, поэтому и зал очень удобный, и очень хорошее оборудование, столы. Все великолепно. Сюда едешь как к себе домой. Мой, наверное, девиз по жизни. Лучшую победу уже мы одержали, потому что не сидим дома на диване. Немножко длинная стихотворная форма, но вместе с тем не сидеть на месте, двигаться, развиваться. Это то, что, наверное, помогает всем здесь присутствующим поддерживать хорошую физическую форму. Поддерживать бодрость ума. Потому что теннис – это не только стучать ракеткой физически. Это еще обдумывать стратегию, это подсчитывать возможные ходы противника. Это еще и умственная работа. Я думаю, в возрасте в любом можно заниматься. Ну, в 70 – это все зависит от здоровья, 70 и выше. Но если чувствовать себя нормальным, никаких болячек, ничего, то можно и в 70 играть. Соперники здесь поселения такие, мои соперники. Норин, Тухлов, Олегов. То есть с ними бороться очень сложно. Но надо стараться. В каждой игре есть настрой, и нужно стремиться, конечно, выиграть. Не опускать руки и продолжать, даже при плохом результате. То есть опыт есть, да? Есть, конечно. Есть с теми же, которых я назвал. С ними можно играть. Только нужно аккуратно за каждый мяч бороться тогда. Успех придет. Субтитры создавал DimaTorzok Я уже 50 лет играю. Поступала и в Эстонии. Первое место было занято. Но сейчас пандемия. В Венгрии была. Получила утешительный приз. У всех выиграла. И в России. Вот с этой девушкой, которая играла. Вот она тоже была. Я подошла. Я говорю, что-то я вас видела. Мы в Венгрии. На чемпионат мира должна была поехать. Уже деньги заплатила. Но пандемия. А играть в код еще. Мне 70 лет такой код исполнилось. 22 июля. Я всеми видами. Я лыжами в Таллине занималась. Баскетбол, волейбол. Мне на свадьбу даже лыжи подарили Эстония. Я вообще очень люблю наши города маленькие. Обожаю просто их все. И Псков, и Великий Новгород. И очень люблю ваш Ивангород. Но вообще изначально, конечно, мы участвуем в этих соревнованиях из-за Сергея Евгеньевича. Потому что мы его много лет знаем. Очень уважаем. И своим участием я и Лариса Ивановна Айлинская, тоже мастер спорта. Мы приезжаем сюда для того, чтобы поддержать этот турнир. То есть престиж турнира немножко поднять. И чтобы было людям интересно. И чтобы они могли увидеть сильную, хорошую женскую игру. Потому что мужской настольный теннис немножко другой. Вот. И еще, ну, наверное, потому что мы на самом деле все это очень любим. Почему я очень еще и люблю настольный теннис? Это нетравматичный вид спорта. То есть, когда дети приходят и учатся играть. Потому что очень сложная техника игры. Вот. Это один из главных факторов. Потому что если ты отдаешь ребенка, и он у тебя получает травму в каком-то виде спорта. Не будем перечислять. То это, конечно, всех расстраивает. А у нас, во-первых, он очень полезный. Для глаз очень полезный. Все окулисты советуют всегда детям, у которых есть проблемы со зрением, заниматься настольным теннисом. Раз. И плюс то, что нет травм. Ну, а заключительный момент. Просто интересный вид спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова